В нашем теле есть элемент, который сжигает жир. Его нужно активировать. И если это произойдет, ваш жир начнет гореть. Вы сможете кушать больше, а сантиметры в животе будут уходить. В нашем теле движутся две основные жидкости – кровь и лимфа. Элемент находится в лимфе, а его нужно перегнать в кровь. Вы когда-нибудь натирали ногу до волдыря? В жидкости, которая вытекла из волдыря, и находится этот элемент. Но мы же не можем его взять из волдыря. Есть упражнения, которые помогут это сделать. Мы сейчас сделаем комплекс простых упражнений, которые помогут разогнать лимфу и запустить процесс жиросжигания. А в конце вы получите невероятно приятное упражнение, которое поможет вам избавиться от 5 см в животике за 7 дней. Итак, начинаем. Нам понадобится только стакан воды, чтобы лимфа разжижалась, и стул. Первое упражнение. Нам нужно раскрыть лимфоузлы над и подключичные. Мы ставим ручку вот таким образом на шею с одной стороны над ключицей, и пальчик с другой стороны над ключицей, остальные пальчики под ключицей. Немножко прогрейте, буквально пару секунд мы прогреваем. Затем мы начинаем слегка массировать эту зону. Не давим сильно. В этой зоне у нас находится венозный отток, где лимфа смешивается с венозной кровью и передает фермент липаза, который сжигает жир в кровь. И запускается процесс жиросжигания. То же самое мы делаем с другой стороны. Поставили ручку, немного прогрели, и теперь начинаем массировать, раскрываем лимфоузлы. Дальше мы переходим на область груди. Ставим пальчик кулачком, костяшками, и начинаем это место простукивать. Здесь у нас находятся так называемые полые вены, куда как раз лимфа впадает и с лица, и с тела. С лица лимфа впадает сверху вниз, а с тела снизу вверх. С одной стороны, и с другой стороны эту зону мы проработаем. Далее мы раскрываем подмышечные лимфоузлы, ставим ручку под мышку, захватываем вот эту вот часть, вот этот жирок заодно уйдет. Эффект жирных подмышек, мы от него избавимся. Захватываем, разминаем немножко и начинаем прорабатывать. Отводим ручку, продолжаем массировать это место. С другой стороны также делаем. Помассировали и отводим ручку. Дальше нам нужно раскрыть брюшные лимфоузлы. Поставили ручку вот таким образом на животик и прокачиваем. И лимфоузлы паховые. Лимфоузлы это фильтры, в которых лимфа впадает и вытекает. Фильтры, они все в принципе забиваются. И поэтому у нас половина лимфоузлов нерабочих. Нам нужно эти лимфоузлы раскрыть, для того, чтобы они заработали и пропускали лимфу. Умнички! Дальше мы раскрываем диафрагму. Это куполообразная мышца, которая качает лимфу. Ставим ручку вот сюда на ребра. Мы будем дышать ребрами. Смотрите, делаем вдох, раскрывая ребра. Через нос. Ребра раскрываются. На выдохе закрываются. Делаем медленно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Именно в районе диафрагмы находится цистерна основного лимфатического протока. Вы продолжайте, я вам расскажу. Продолжайте делать вдох и выдох. Когда диафрагма в спазме, а это происходит при сидячем образе жизни, при стрессах она приходит в спазм, тогда перекрывается вот этот вот лимфатический проток. Лимфа перестает нормально двигаться. И фермент липаза, который расщепляет жир, не попадает в кровь. Замедляется жиросжигание. А фермент находится только в лимфе. Молодцы, поработали. Кстати, большинство людей дышат грудью. Это неправильно. Тогда у нас диафрагма не работает, и процесс жиросжигания замедляется. Поэтому, когда мы дышим животиком, то есть мы дышим диафрагмой, тогда и происходит процесс жиросжигания. Теперь мы проработаем ручки. Делаем вот таким образом, смотрите, захватываем ручку и делаем крапивку вверх и вниз. Здесь у нас на руках находится лимфатический карман. Много лимфы вот тут собирается. И нужно ее тоже разогнать. Потому что если где-то есть застой лимфы, то во всем теле будет застой. Ведь лимфатическая система, она общая, она движется по всему телу. И если где-то есть препятствия лимфатическим сосудам, во всем теле будет лимфа замедлена. И с другой стороны делаем, кстати, у женщин вот здесь часто такие крылья собираются. Это не только жирок, это еще и лимфа. Им нужно эту лимфу обязательно разогнать. Делаем крапивку вверх и вниз, вверх и вниз. Теперь обращаемся к стопам. Мы делаем такие перекаты с носка на пятку. Для того, чтобы лимфу запустить, нам нужно двигаться. Лимфа движется только при помощи мышц. У кровеносной системы есть насос, это сердце. У лимфатической системы такого насоса нет, поэтому она запускается только при помощи движения. Поэтому, когда мы легли, то лимфоток замедляется. А когда мы движемся, лимфоток усиливается. И переходим теперь на носочки и шагаем на носочках. Вы чувствуете, как работают икры? Запускают кровеносную систему. А кровеносная и лимфатическая системы, они связаны между собой. И теперь мы делаем сброс ладошками. Вот так вот, смотрите, сброс, сброс, сброс. Продолжаем шагать и делаем сброс. Пошагайте в сторону. Где сброс? Молодцы, молодцы. Сброс, 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 сброс. Кстати, лимфа движется на руках и ногах от конечностей вверх к сердцу. И впадает в полувену, которую мы с вами уже раскрыли. Далее делаем упражнение дерево. То есть, смотрите, мы делаем сброс и одновременно как бы подпрыгиваем вверх. То есть сгибаем и разгибаем коленки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И потряслись. В конце потряслись. Кстати, если у вас отекают руки, либо вены выступают на руках, то это упражнение поможет избавиться от отеков рук и ног, кстати, тоже. И от выступающих вен. Потряслись. Трясемся как можем. Как можем. Ручками, ножками, коленками, попой. Как у вас получается, так и потряситесь. Вибрации очень хорошо расслабляют мышцы и запускают лимфоток. Ведь лимфатические сосуды, так же, как и кровеносные, проходят по мышцами. Мышцы разгоняют лимфу. Дальше мы будем двигаться по инерции и делать сброс руками. Мы поднимаем руки и опускаем их. Ручки сами опускаются. По действиям силы тяжести мы помогаем себе коленками, то есть пружиним коленками. Делаем так десять раз. Лимфатические узлы у нас находятся в тех же местах, где суставы часто. И поэтому, когда мы работаем с суставчиками, в данном случае, видите, мы работаем с суставами рук и суставами коленей, то у нас не только оздоравливаются суставы, но и ускоряется лимфоток. Происходит быстрее процесс жиросжигания, потому что фермент липаза начинает поступать в кровь. Далее мы усложняем это упражнение. И смотрите, мы поднимаемся на носочки. Потянулись и опять сброс. Потянулись и опять сброс. Потянулись и сброс. Молодцы! Очень приятное упражнение, правда? Делаем следующее очень приятное упражнение. Делаем скручивание. Смотрите, немножко присогнули ножки. Они стоят на ширине плеч. И скручиваемся. А ручки по инерции у нас летят. Раз, два. И бьют вас по бокам. Еще. Еще. Дышим свободно. Дыхание не задерживаем. И, кстати, не забывайте пить водичку. Мы даем лимфоузлам вторую жизнь. В лимфоузлах находится много антител к бактериям, к вирусам, к разным плохим болезням. И когда мы запускаем лимфоток, мы не только худеем, но мы еще оздоравливаемся, защищаем свой организм от болезней и запускаем наш иммунитет. Нам нужен стульчик. И теперь мы будем делать махи ногой, но они тоже, видите, по инерции. То есть мы поднимаем ножку и опускаем по инерции. Пейте, не забывайте водичку, потому что лимфа должна быть жидкой. Она разжижается и тогда легко двигается. Вот выдавите из тюбика пасту. Она трудно выдавливается, когда она там засохла, правда? А если жидкость какая-то, она легко выливается. Невероятно приятное упражнение. Просто делала бы его и делала. И то же самое мы делаем другой ногой. Держимся за стул. И поднимаем ножку и сбрасываем ее легко. Мы раскрываем лимфоузлы, также паховая. Мы уже их немножко проработали. А теперь еще дополнительно прорабатываем, чтобы лимфа через них проходила. Кстати, если вы хотите заниматься не только телом, но и лицом, я подготовила для вас подарок. Две полноценные тренировки моего закрытого клуба омоложения совершенно бесплатно. Вы уберете благодаря этим тренировкам отечность, брыли, двойные подбородки, мешки под глазами. Все, кто их прошли, говорят, что результат мгновенный. Скоро доступ к этим тренировкам я закрою. А ведь вас по ссылочке под этим видео ждет еще и подарок дополнительный от меня и моей команды. Так что прямо сейчас проходите по ссылке под этим видео, забирайте две секретные полноценные тренировки омоложения. А сейчас изюминка нашего видео – техника, которая сжигает жир на животе. Я хочу вам сказать, что следующее упражнение просто кайф. Нам нужно лечь на ковер. Мы ложимся. Освободите животик, пожалуйста. Мы будем работать с животиком. Сначала мы захватываем вот здесь посередине вот такую складку большую на животике. И вот так протрясли ее, протрясли, чтобы раскрыть лимфоузлы. Теперь мы начинаем коленки отводить то в одну, то в другую сторону. Смотрите, и эту складочку держим. А теперь мы эту складочку отводим в сторону, противоположную коленкам. Смотрите, как это приятненько. Животик просто начинает гореть у вас. Знаете, ведь часто жир не уходит именно в том месте, где вот особо хочется. И чаще всего это в животе. Почему такое происходит? Берем складку сбоку и делаем то же самое. Ножки отводим в одну сторону и в другую. Это происходит потому, что наши жировые клетки уже утрамбовались в течение жизни. Они как перезревшая гроздь винограда. А между этими клеточками проходят лимфатические и кровеносные сосудики. И они этими жировыми клетками пережаты. То есть лимфатические сосуды зажаты клетками. Берем складку с другой стороны и то же самое делаем. Складку оттянули, прям смотрите, захватили побольше тканей. И делаем то же самое. Коленкам мы помогаем еще двигаться лимфе. Мы же знаем, что лимфа движется при помощи мышц. Лимфатические сосудики все пережаты, поэтому лимфа движется плохо. И фермент липаза жиросжигающий, который находится только в лимфе, он в кровь не поступает и не происходит процесс жиросжигания. Поэтому эти жировые клетки, их нужно просто-напросто размять, чтобы происходил процесс жиросжигания. Теперь мы берем складку поперечную и делаем то же самое. Перекатывание ткани в этой складке происходит. Сверху берем такую же складку и тоже движение продолжаем. Представляю, что жир наш уходит. С другой стороны мы берем снизу складку и колени вправо-влево, для того, чтобы запускать лимфоток. Сверху берем, захватили. И вот от этого массажика уходит до 5 сантиметров. У меня девочки в клубе делают этот массаж. И теряли до 15 сантиметров в животике за курс этого массажа. Дальше, смотрите, нам нужно брать просто складку за складкой. Мы берем складку на животике и начинаем вот таким образом ее перекатывать. Вот так вот перекатываем и проходим весь животик. В одну сторону перекатываем, в другую. То есть, видите, мы прямо разминаем жировые клетки. Вот эти жировые клетки, адипоциты, они называются. Они у нас там годами, у кого-то десятилетиями накапливаются. Они уплотняются. И, конечно же, между ними лимфоток нарушен. То есть, сосудики пережаты. Следующую складку берем, идем в другую сторону. Если у нас здесь жир накапливается, то вот это постоянный отек, это источник воспаления. То есть, вот эта жировая ткань, она постоянный источник воспаления. А здесь у нас важные органы находятся. То есть, представляете, что постоянный источник воспаления возле ваших жизненно важных органов. Видите, органы начинают страдать, и мы получаем хронические заболевания. Кстати, ваша жировая ткань тоже может быть болезненной. То есть, вам может быть тяжело делать вот этот массаж, но делать нужно. И проходим тоже складку за складкой, вот таким образом перекатываем. Этот массаж при желании вы можете делать и стоя. И в конце еще потрясите. Жир будет таять. Делайте каждый день и ловите тренировки омоложения под видео.